Вот ты выходишь такой после рабочего дня, бешеный, заряженный отрезательной энергией, и хочешь кого-нибудь убить, ты знаешь, что у тебя есть V8, 4.2, ты можешь сесть, немножечко топтануть и получить маленькую релаксацию. Расслабься, чувак, все будет хорошо, не так уж все и плохо. У нас нет денег на хорошие крепежи, оригинальные GoPro, поэтому мы из чего-то смеси делаем хоть что-то. Слушай, я, наверное, очень плохой оценщик автомобилей других, потому что, когда садишься после моего буса во что угодно, оно сразу становится крутым. Казалось бы, вообще старая, старая гневушка полностью, на нее никто не обращает внимания, я вообще за машину даже в моторке не воспринимаю. А нам, может, еще. Давно я в шашечки не играл на дороге, это оказывается весело все же. Неудачник по жизни, у него Mercedes E-класса, E200 какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 170, просто как по рельсам. Ой, в смысле 170, как там говорят, 17, 17 мы едем. Я совсем забыл, у меня же толщиномер с собой, просто из чисто спортивного интереса хочется посмотреть, что на самом деле с этой машиной. 440 покраска, 430 покраска, 337, 603, 230. Но все же местами микрошпаклевочка есть, но слоев нигде не лежит. Ладно, это все ерунда, а вот здесь интересно. Хоп, родная, видите, стойки даже родные. Все же она не совсем упиленная. Это здесь, нахрен. 101. Но здесь она уже вся красилась, понятно, как бы, тут и не скрывать. 470. Ну, судя по всему, просто толстый слой краски и лака, и все. 470. Она вся, 300-400 микрон идет. По-моему, ничего еще. Судя по состоянию руля и сидения, в этой машине ездил, наверное, очень чистый человек с джинсами, но очень грязными руками постоянно. Потому что состояние сидушки, кожа просто восхитительное. У меня была машина с пробегом 50 тысяч километров. И у нее была сидушка уже замятая, смотрите, какая она здесь. То есть, вообще, даже заломов никаких конкретных еще нет. Даже боковина не протертая, без дырки. Так, потише, потише, потише. Я прекрасно понимаю, что это старое гнилое ведерно. Смотрите, я буду писать, а вы поймете, что это. Что вы скажете о этих цифрах и буквах, а? Это старая ешка на V8 с объемом 4.2. 4.2! Вы представляете, что это такое вообще? Чего разглагольствует? Давайте прокатимся. Вот так можно вздыхать. Когда ты на него нажимаешь тапочку в пол. Это так здорово, этот звук. Это так здорово, этот звук. Кстати, в Мерседесе всегда оставались джентльмен. Вот заметьте, даже тонировка, да? Не глухая пятерка, как мы все любим, а просто аккуратненькая, олдскульная, зелененькая, заводская номеровочка в цвет кузова. Чтобы солнце не пекло, но сильно не выделяться. В этом есть что-то, это стиль, на самом деле. В моем детстве перекуп из местного авторынка, вот эти значки у пацанов покупали по 10 долларов, а сами толкали по полтиннику. А здесь он до сих пор на месте. Конечно, не интересно, это китайский или не китайский, но тем не менее, он хоть какой-то на месте стоит. Давайте я вам отвечу на самый главный вопрос, который вы по ту сторону экрана хотите задать. Сколько он живет? Он живет много. Чтобы вы понимали, перед съемками мы заправились, и нам нужно сейчас снова ехать на заправочку. Вот настолько он много разжрет. Если в цифрах... Короче, 110, круиз-контроль, трасса, восьмерка. Можно ложиться 8-9 литров. Но это просто... Даже не 110, наверное, стоить не надо ездить. Если же ехать в городе и просто газ в пол, верна вот с каждого светофора, 20-25 расход. Зимой до тридцатки расход. Если себе... Ну, ездят как нормальные люди, которые просто ездят в офис, на работу, в магазин, то, ну, порядка 16-18 можно уложить свой расход. У хозяина, я говорю, что очень-очень редко получалось 14, но он просто до газа не дотрагивался, просто с горочки катился. Знаете почему? Потому что хозяин студент просто. И вообще, кто купит такую машину, как неотшибленный студент, которому нужно поджигать? Осталось только 8. В больше нету. Что-то протереть, что ли. Какая здоровая башка вообще просто. В8 это сочное изображение. Кстати, двигатель еще ни цепь, ни натяжитель не менялась. А пробег у него уже 314 или 317 тысяч. Ну, правда, родного, конечно, пробега, но тем не менее, это... Такого сейчас уже не делают. И на нем наваливают, понимаешь? Наваливают, и он не ломается. Просто сок. Кстати, наверное, многие думают, что запчасти на него космос стоят. Но, скажем так, запчасти космос не стоят. Но в этом автомобиле есть одна классная функция. Ты идешь по авторынку, и ты морально представляешь тех ребят, которые тебе представляют, типа, какая машина, мы сейчас подобрем вам запчасти. Какая машина, мы подобрем вам запчасти. Все запчасти есть. Как ты говоришь? Может, ты знаешь, есть какие классы? Он говорит, да, да, конечно, есть. Объем 4.2, нет, ничего нет. И так вот скромненько, постоянно уходит. И ты надменно просто идешь дальше. Хозяин себе искал передние пружины. Именно в комплектации авангард, именно под двигатель 4.2. Потому что простые сюда, они подходят, но уже не та управляемость, и подвеска становится более мягкая. Нигде не было. Но где-то на задворке он нашел пружины передние. По... Сколько мы говорим? По 9 долларов, по-моему, что-то. По 9 баксов пружины. Покупал новый радиатор. Не китайский, какой-то турецкий, по-моему, покупал. 90 долларов всего лишь отдал. То есть это стандартная цена, как и на любую другую... Хотел сказать, же повозку, но это слишком громко. Любую другую автомобиль, который используется в каждом день. Вообще, в принципе, по запчастям проблем нет. Вот оставьте вот в комментариях, как вы думаете, сколько стоит замена масла в этом двигателе. Подсказка, сюда залазит 8 литров масла. 8 литров. Вот, ну, как вы думаете, чисто ваша ставка. В конце видео я вставлю кусочек, где я скажу правду, на самом деле, сколько это стоит. Самолет взлетал, и оператор спрашивает, Вова, а что будет быстрее, самолет на разгоне или твой Мерс? Ну, как мой Мерс? Ну, сегодня мой Мерс. Я такой думаю, сам задумался. Я думаю, в первых секунд я бы его сделал, 100%. Все же, как-никак, 400 не... Ну, вы видите стиль старенького Мерседеса. Хозяин говорит, что вот этот кусок пластика, но у него был треснутый. А остальной кусок пластика оторвался, когда он уехал по трассе 220, потому что ему надо было диплом срочно забрать в учебном заведении. Ну, в общем, 220 разрушает эту машину по секундочку. И мы должны обратить внимание на одну из ключевых моментов в нашей стране. Китайские диски АМГ. Не вожу много девчонок там, либо не вожу много ребят, потому что чиркают диски. Это про эту машину. Если садишься в полный салон, то спящий ты не переезжаешь. А на каждый диск начинает уже арочкой сидеть диск. Я тут подумал, знаете, какая самая главная кнопка в этом автомобиле? Ни поворотники, ни дальний свет, ни зажигание, то есть там ни КППФД перевести, как бы, нет. Здесь вот самая главная кнопка. Но в этом Мерседесе ты едешь, тебя переполняет положительные эмоции от его крутящего момента и мощности. Но есть и много отрицательных. Ну, к примеру, то, что у тебя липкий руль от старости уже просто. Ну, или ты знаешь, что у тебя молдик закручен на саморезы, и он может в любой момент отвалиться. Но, знаешь, после того, как ты с утра брал каршеринговую тачку, Volkswagen Polo этот, дешманский, ты садишься в старый убитый Мерседес, и ты понимаешь, что все же, ну, как бы это пафосно не звучало и наигранно, но это Мерседес. Ты просто садишься на каком-то, у тебя подголовничек вверх поехал, вон, поехал вниз, подушечка разложилась, подавки ехал, и все, и можно так вот раскинуться и на дальняк купить и купить. Покатавшись на этой машине почти целый день, знаете, что я вам скажу? Я не рекомендую покупать эту машину, но вы обязаны ее купить и поездить. Субтитры подогнал «Симон»!